Все равно есть огромное количество людей, которые будут сохранять русскую культуру и веру. Вот пусть они за нее пойдут и повоюют. Они иуды. Главный пропагандист России Владимир Соловьев в эфире своей программы назвал всех украинцев предателями и заявил, что жалости не заслуживают даже те украинцы, которые до сих пор, несмотря ни на что, занимают пророссийскую позицию, сохраняют русскую культуру и не поддерживают украинскую власть. По его словам, эти украинцы виноваты перед Россией уже потому, что не восстали против Зеленского и не ведут партизанскую войну ради интересов Путина. Предали религию, предали язык, предали свое прошлое. Они иуды. Все равно есть огромное количество людей, которые будут сохранять русскую культуру и веру. Вот пусть они за нее пойдут и повоюют. Обратите внимание, что один из экспертов в студии, это очередной украинский коллаборационист, социолог из Донецка Евгений Копатько, который ранее работал на партию регионов, потом предал Украину, поддержал российскую агрессию против своей страны, попытался возразить Соловьеву и сказать, что, мол, ну вот нельзя всех чесать под одну гребенку, мол, вот в Украине много единомышленников, ну их единомышленников, да, много людей, которые сохраняют русскую культуру, веру, ну то есть, понятное дело, да, являются там прихожанами церкви московского патриархата, то есть как бы, ну, ментально их, да, вот они там братский народ, то, что они называют братским народом. Но и в ответ на это Соловьев говорит, что, мол, раз они все не воюют за Россию, значит, все равно предатели, и таких пророссийских украинцев ему тоже не жалко. А тут вот это все, я тут только до себе, у меня вера есть, у меня сяло есть, я никому ничего говорить не буду, я представитель русской культуры, горилку, да, нет. Поэтому политический процесс пока на Украине невозможен. Это все неприемлемо. Я не видел ни одного партизанского отряда на Украине. Вообще не видел. То есть смотрите, если в 2022 году российская пропаганда продвигала тезис о том, что якобы в Украине при власти находится какая-то горстка националистов, которых немного, да, а в основном в Украине живут хорошие такие пророссийские украинцы, которые ждут Россию, которые готовы встречать Россию с цветами, и которых Россия якобы там спасает и выручает, то теперь методичка поменялась просто на 180 градусов, и теперь российская государственная пропаганда уже прямо говорит, что хороших украинцев нет вообще. То есть неважно, на каком языке говорят жители Украины, там какого вероисповедания они придерживаются, какие у них политические взгляды, все это неважно. То есть если ты живешь на территории подконтрольной Украине, все, для России ты предатель, ты уже по определению виноват. Все украинцы плохие по определению, потому что они не воюют против режима Зеленского. И это утверждается теперь на российском государственном телевидении. Это крайне важный момент, очень важный эпизод, который я бы на самом деле этот фрагмент вырезал бы и крутил день и ночь просто на украинском государственном телевидении, чтобы все, у кого есть еще какие-то иллюзии в отношении России, все вот эти какие-то люди, которые ходят там в московский патриархат, все, кто еще там ждет, что вот Россия придет, и они там не могут ее дождаться, какие-то потенциальные коллаборанты там в прифронтовой зоне, все, кто верит, что еще мы когда-то помиримся с Россией, будем братскими народами, вот чтобы они это смотрели и понимали, как Россия относится к ним на самом деле. То есть они-то думают еще по своей глупости, что Россия там различает украинцев, что для России вот есть плохие националисты и какие-то хорошие украинцы, которым она помогает, да ничего подобного. Российское государственное телевидение устами своего главпропагандиста, который получает утвержденную методичку прямо из Кремля, говорит, что все украинцы для России одинаковы, неважно ты говоришь по-русски или по-украински, живешь во Львове или где-то там в Изюме или в Павлограде или где-то на востоке Украины, неважно в какую церковь ты ходишь, все, ты враг просто потому, что ты украинец. Это, кстати, уже хорошо проявляется на вот этих коллаборантах, которые перебежали в Россию, то есть их же тоже презирают постоянно, их всячески пинают, припоминают им украинское происхождение, рассказывают, что они там не так боролись, что они не такие второсортные по сравнению с россиянами коренными, и вот, пожалуйста, еще одно, да, то есть они заранее объявляют, что для них не существует хороших украинцев вообще, все уже по определению виноваты. Это, кстати, еще одно доказательство, подтверждение того, что они бьют ракетами специально по мирным людям, что это не какие-то эксцессы, когда они там попадают в супермаркеты или жилые дома, это специально делается, потому что они реально считают, что все украинцы там виновны, никого не жалко и можно, значит, тут всех бомбить без разбора. Это очень важное признание, которое обязательно нужно сохранить, чтобы потом, вот я убежден, когда закончится конфликт, опять повылезают люди, которые будут рассказывать, что не все так однозначно, что это, там, значит, какая-то война Путина, что давайте помиримся, все забудем, вот эти нужные эпизоды обязательно сохранить и крутить их, и показывать, что они рассказывали про нас, какая была антиукраинская пропаганда, как нагнеталась эта ненависть, чтобы никто никогда потом не сказал, что этого не было, чтобы никто никогда этого не забывал. Поддерживаю, Дмитрий Анатольевич, у нас должен быть санитарный кордон по польской границе, по польской... Да кто б спорил-то, да, вот это слово нужно, оно... Какими средствами этого достигать? Российские пропагандисты уже откровенно смеются над новыми угрозами Лаврова и Медведева и их заявлениями про красные линии. К примеру, российский военкор Александр Котт заявил, что у России просто нет ресурсов, чтобы выполнить угрозы Медведева и дойти до польской границы. Кроме того, он с тревогой признается, что ждет новых ударов и наступления украинской армии. Вот у меня беспокойность, что противник где-то может еще ударить. То есть это могут быть разные направления. Может быть удар там на Белгородчине, может на Курском направлении в районе Теткина, да, ударить на юго-западный угол Курской области. Это то, о чем я говорю, что не все резервы мы еще увидели. Мы не видим авиацию украинскую, мы не видим западные танки, мы не видим массированную работу артиллерии западной. Вот где-то это для чего-то держится. Пока одни пропагандисты рассказывают, что Украина уже практически разбита, и вторжение в Курскую область – это агония киевского режима, другие признают, что украинская армия, напротив, достаточно сильна, и никакого разгрома Украины нет и близко. Накапливают там в разных местах, чтобы они в какой-то момент за вот этими, как они любят, малыми мобильными группами начали продвижение на нашу территорию, чтобы потом как-то улучшить свою переговорную позицию. От Киева за три дня на третьем году войны перешли к обсуждению того, где же Украина в следующий раз нанесет удар по территории России. Вместо уничтожения Украины теперь обговаривают, какую же еще территорию России Украина сможет захватить, чтобы усилить свою переговорную позицию. Ну че, неплохо так провели демилитаризацию. Кстати, еще одно свидетельство блестяще проведенной демилитаризации Украины – это резкий рост производства украинских дальнобойных ударных дронов, которые теперь долетают и до Петербурга, и до Москвы. Продолжение следует... Продолжение следует...